Семечки грызем, семечки, семечки. На главной площади в парке отдыха Черногорска больше полусотни школьников. Выступающие не томили ребятню с долгими ручами, ведь нужно веселиться. Игры на смекалку, рисование, познавательные книги о разных культурах России, местах отдыха Хакасии, выступления на сцене. Дети отдыхали на траве и мягких мешках. Праздник устроила местная общественная организация «Семейная академия». За организацию досуга детей она получила диплом полномоченного по правам ребенка при президенте России. И со своим проектом «Нескучные выходные» попала в ТОП-100. Это значит, что в Черногорске работают общественники на то, чтобы поддержать семью, особенно семьи в трудной жизненной ситуации, поддержать детей для того, чтобы детство было счастливым. Сегодня многие школьники посчитали особенной гордостью надеть на себя национальный костюм, ведь завтра День России. Так многие захотели показать свою причастность к этому событию. Заряжают своим дремьером и юно-армейцы. У тебя какой костюм? Чей костюм ты одел? Я, ну, русского человека. Просто спрашивали сегодня у меня в лагере на линейке, я вот поднял руку. Мне и общение, и игры, и все остальное нравится. Подрастающее поколение, так скажем, будет смотреть на старшее поколение, учиться, перебирать себе опыт. Ну, я думаю, это очень хорошо для них. Патриотизм должен прививаться человеку с детства, и человек должен помнить о том, что у него есть Родина, и о том, что она прекрасна. Это должно быть всегда. Семейная академия города Черногорск. Большие молодцы, хороший проект написали. Познавательный, взаимообогащающий разные национальности, с экскурсиями по республике, ознакомительный. И вот 140 тысяч получили. А всего у нас 25 проектов победителей в этом году. Поддержку детскому празднику организовали Минкультура и Министерство национальной политики Хакасии. Некоммерческие организации реализуют такие социальные проекты на выигранные гранты. Из Федерального агентства по делам национальности им было выделено 4 миллиона рублей. Катерина Ирушина, Руслан Шелдинов, РТС.